Прекратите все вот это... Вы... Вы... Абсолютно... Вот это... Правильно! Пzt. nearby Только я не вставлял бонус и предретырけれ舉хали Я. ...с�ר. Я. Поясни. Я... Во мнение... Вы выставляли. Поясни, по-моему, не я, мне кажется. Не видел ты, наверное, так что? Надо уточнить. Если вы не видели, что хомосы ставили, то вы можете говорить, что это ваше. Ясно, 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 все. Если ты действуешь и плюешь на общество, то какая нахрен общественная действие с тебя? Вы стоите прямо там, где вас облили, кстати. А, кстати, преступник возвращается на место преступления каждый раз. Убери камеру. Зачем это нужно? Убери камеру. Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Смотрите, а у Алексея будут изыматься баллончики? Да, у них двоих. У двоих баллончики. Ну, а не, это, так не может быть. У нас, мне кажется, так не может быть. У нас, как все любят губы закона. Как же у нас не может быть? Вот это отмозка. Комментарий юриста. Он идет в никуда. Вот это сейчас отмозка. Некуда. Естественно. Оно должна быть связано с теми статуарами как-то. Вот для этого будет делать. Ну да, они его чуть шире сделают. Связь сделают. Да, связь. Это мы пока как бы предполагаем, что там будет. А самое главное, чтобы тебе убедиться. Вот попросите, Алексей, даже вишен, что удачет. Попрошите на руки. Ну, кто-то, может, он снимет. Какой запрос он делал? Вот это было бы классно. Сам убедиться. Не, я пока ничего не чувствую, честно. Не, я вон снимал, запах шоу. Спасибо, не надо. Я тебе не предложу. Порушилось это самое. Дом вот сзади. Вы зайдите, снимите это самое. Дом вот там есть трещины. И вот народного избранника нужно привлечь. Решение вот этой проблемы, мне кажется. Согласен. Но не вот этим балаганом заниматься. Нет, балаганом заниматься не нужно. Вот абсолютно с вами согласен. Да, да. Слухи народа, они это самое, получили мандат. И бабло там себе рубят. Да, снижать все эти переговоры. Опять этот гаск. Слушай, зачем толкать? Зачем ты упрятствовать всем? Не надо толкать. Это же полицейский, бери. Я думаю, ему уже пора... Руки убери, сучья. А что будет? А пацаны опять? А что будет? Пожалуйста, скажите, чтобы не толкал. Вражеский, бери. Наем, наем, наем. Смотри, что делать. Ну, сейчас будет конфликт. Может, вы, конечно, чтобы не толкались. Да попросите, потребуйте. Вы можете попросить, чтобы нас не толкал никто? Оп, оп, убежал. Понятно, что действует. Все руками. О, машина толкнул. Я что делаю? Так не надо мне что, не провоцировать. Мы никого, мы на провокацию на это не пытаемся. Зачем? Вы как раз и провокаторы, самое главное. Смотри, сейчас просто что-то не произошло. Не прекратите все вот эти действия. Вы, вы, вы. Абсолютно. Все в отдел. Вот это правильно. Поехали. Абсолютно право. Вот это правильно. Алло. У меня ответы есть. Можно? Все. Прошу. У нас правильно. Смотрите, у вас ответы есть. Все ответы есть. Мы можем здесь ходить. Ходить мы можем здесь. Мы можем здесь. А вот никто не запрещает здесь ходить. Ходить можете, но препятствовать не можете. Почему? А тут нет знаков никаких запрещающих. Так и что? Если нет знаков П, значит, что нельзя заезжать. Нет никаких разрешающих. И разрешаешь тоже нет. Ну и запрещающих нет. Соответственно, тогда смысл вашей деятельности здесь. Правильно. То есть мы не можем сейчас определить. Мы можем, если свяжетесь, как положено. Хорошо. А можно связаться с Дорожной инспекцией или с администрацией представителя кого-нибудь вызвать сюда? Что угодно есть? Смотри. Можно администрацию? Чтобы они сказали, что здесь есть на самом деле. Ты че пухаешь-то, где администрация есть? Вот ты че, дурак? Да босса. Пацану крестить. Абосса ты тип, это, отделенный, администрация к нему поедет. Что, дурак? Что, что, ты всегда на здоровье сюда не упадет? А ты как нищая? Абосса вообще. Смотри, прибежит сейчас паренек опять обожает. О, ты блядь. А прикинь, прибежит опять. А еще он может у дома прибежать. Понимаешь, твоего? И не только с лаками. Э, смешно, да? Смешно. Прокурорский протест. Ну где твоя предъява? Да у меня предъява, блядь, случайная может случиться. Прокурорского протеста. Случайная предъява, не ага. Прокурорский протест. Случайная предъява. Прокурорский протест. Миля! Ты только иномарки не пускаешь? Да, а то скажут, бля, иномарку пропустил, а такого, да, вон такой, заслужил. Да? Да. Покиньте помещение. А боссовые люди, пожалуйста, сейчас сотрудничать. Пусть он скупается, пойдет, а потом я буду стоять, от него мочой пахнет. Я никуда не ухожу, я все заполню, от него пахнет саками, я не хочу стоять рядом. Все, все. Пусть домой сходит, скупается, потом я подойду. Товарищ полицейский, я никуда не ухожу. Я никуда не ухожу, я не буду стоять. Ты че, бля, черт ебаный, бля, ты че так разговариваешь, гантом? Можете накрутить, пойдем. Крутим, щебе. Хопа, 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 хопа. Ты че, бля? Ты че, бля, ты зачем? Ты че неадекватно рваешься? Он, блин, провоцирует. Он пахнув ударил. Я свидетелем буду. Я свидетелем буду. Я свидетелем буду. Вот крестик, вот крестик. Он постоянно нападает на всех. Вот этот гражданин. Почему? В отдел. Он постоянно всех толкал. Вот этот гражданин. Подожди, подожди, он меня толкал все время. Нарывался. Вот он. Ходил за мной и толкал. Я не видела, я видела, что человек стоял и попал. Ты попал, не порвал. Попал. Рэп, атакал. Ты везем? Какой автомобиль? Едем все в отдел. Вы не матерились. А че я матерился? Ты слышал? А я не слышал. Вы слышали? А вот там зачи есть. Сотрудник, вот этот гражданин постоянно провоцировал. Он и ко мне приставал постоянно. Я вам несколько раз говорил. И к нему то же самое. А вы троги, а вы просто стояли. А они считают, что... Ну и что? Толкать-то нельзя. Толкать-то нельзя, гражданин. Толкать-то нельзя. Словесно я говорю что-то, а толкать нельзя. Зачем он толкал? Он постоянно подходит ко всем и начинает толкать. Подходит и оскорблять начинает. Вот этот гражданин. Так же к нему подошел. Зачем это делать? Вот он и нарвался. Я хочу заявить. Вот он за ним сам провоцировал. Что произошло, Артем? Что произошло? Надгражданин. Пойдем отсюда. 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 Надо разобраться. Надгражданин. Который здесь неадекват. Толкал меня постоянно. Оскорбил нецензурную броню. В Денецкий жрец. Ну у меня сейчас будем искать там ситуации. Так. И что потом? Все, начал меня толкать. Чего ты кто ты? Хватать за майку? Да, вот он майку порвал. В лицо ударил. Отцов. Все понятно. И ответ на реакцию получил, соответственно. Да, в рамках самообороны. Заливай. Вот и все, что произошло. Я понял, что произошло. Физическая сила была обвинена в отношении данного гражданина, так я понял. И в отношении гражданина вот такого. Повоюсь, я последую. У тебя какое-то повреждение есть? Очки вы забрали. Есть. А у него? Очки. А у него? Вот смотри, повреждение. Вот, видишь? Повреждение. Вот. Вы испытываете есть? Да. Если человек исполнить эту боль, то статья 6-1-1-2. Валя, я не знаю, как ему упали. Моя очка на амире. Морально унижал. Сейчас он удравил, просто плену. Да? Можно направить гражданина без прохождения СМФ в суд. Да это любой. Каждый может сказать, я испытал боль, и все. Мировой судья принят решение. Вот мы не толкали. Знаете, по праву. Все у нас скопляй. Присутствие посторонних людей, он начал скоплять. Было такое, было такое. На мой судья судебного участка решили привлекать его к ответственности по данной сатей или не привлекать. Честь и достоинство и умни. Просто Иисус и вранья стоят здесь. Понимаете? За это и по лицу можно их слопотать. Царапина. Потому что просто так и может каждый сказать. У меня боль. Ручка идет опять. Но это не та ситуация. Ну да. Все правильно. Все правильно. Знаешь, что это будет? Ты жалко мой. Не, а зачем? Нет. Ух ты! Ты законодействия журналистов, прежде чем предъявить какое-то требование... А я предъявлял. Ты имеешь право требовать? Я предъявлял. Ты как журналист имеешь право требовать? Нет, он не имеет права препятствовать. Ты говорил до этого. А прежде чем сказать, что ты журналист, ты обязан подтвердить свой статус. Я ему показывал все. Кому ты показывал? Он просто не смотрел. Да, а что ты говоришь? Сейчас ты балабол! Балабол! Алексей, я даже к вам обращался. Есть! Все, ем. У меня тоже все есть. Я показывал сотрудник. Журналшлист, как на шлюха. Журналшлист, как хотите. Честно подтвердить свои слова. Улыбается, ну-ка поближе тебя сделаем. Ты не достоин звания такого, понимаешь? Честно, красиво твои слова. Пойдем за козой сбегать, вздем интервью. Итак, прямое включение. Ну как, господа, ты что-то отбилась от стадо. А где ты пошла? Уходить надо. Уходить надо? Что, да вот коза идет от стада, отбилась. Вот она. Ну не знаю, просто что-то. А что ты, валить надо, да? А почему? Дела. А что ты сережку сняла? Чтоб не мешалась. Ну ладно, давай, все, мешается. Ему сережка мешается. Алешка идет пасти свою козу. Вот она. Алешка пошла пасти свою козу. Итак, у нас погрузка. Сейчас. Погрузка подликов. Вот. Стадо, в общем, загрузили. Вонюхал. Вонюхал. Там не очень, да? Вот. Итак, прощание славянки. Та-тан-тан-тан-тан-тара-та-тан. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Смотрите, он сейчас зашкварит ваше сиденье. Сань, да, аккуратнее. Вы бы хоть плеенку ему пустели или бы. Смотрите, что он зашкварит. Да, да, я же говорю. Смотрите, что он зашкварит. Что-то что? Сречи с открытием. Да, чтобы оплата, как бы оплата, зашкварит. Как ты не зашкварит, что тут происходит, что тут про историю происходило. Давай. Алешка! Я тебя прошу. Давай отсюда отойдем. Увезу, сейчас хватило. Ну, короче, все как видно. попасть в расходах, ilk час. Ты посадился. Конусы выставили вы. Прибыв на место, вы выставили конус. Да, гражданин Шамагин выставил конусы, как низкий. Препятствия движениям по тротуару. Вы вообще имеете право этим заниматься? Сейчас там ГИБДД наедет, разберется. Так. Неизвестный гражданин, да. Только я не выставлял конусы. Ты зря написал. Поясни. Помог не я, мне кажется. Вы выставляли. Не видел ты, наверное, кто? Надо уточнить. Конусы не твои? Нет, конусы мои. Кто стоял конусы? У нас два человека. Вот этот человек не сказал, что мы жили. Четыре человека у нас было. Да, четыре человека. Мы не свидетельствуем против... Ну, против своих знакомых. Было бы. Кто выстрел? Пусть... Только ты орали за правду. Я ничего не скрываю. А то теперь... Нет, конусы наши. Да все, Алексей, я уже тебя поняла. Я поняла, что разница от того, что когда тебя касается все иначе. Когда касается других, ты типа заправдаешь. Вот именно. Вот так и есть. Вот, вот, вот так и есть. И когда себя тоже заправдаешь. Я вот именно заправду. Я не привязанна. Я считаю, что люди не должны друг друга оскорблять. Я считаю, что люди не должны друг друга провоцировать. Ты не знаю, я вот от твоего товарища слышала. Мне кажется, если ты считаешь себя лидером, ты должен как-то повлиять своего товарища на его мораль. Если я замечу, я делаю... Я тебе говорю, что я видела неоднократно это. Ты должен тоже реагировать на мнение общественности. Если ты действуешь и плюешь на общество, то какая нахрен общественная Ты какая общественная идея? Я никогда не привезу на общественную школу. Ты вон при всех. Ты вон на боссаре. О чем ты делаешь? Ну, вы же вырвали свое мнение. Я же так вот неправильно сделал. Ну, вот вы вон так вот вырвали. Это я теперь... Это я теперь... Я теперь вообще... А конусы ваши? Мне привезли, положили на... Сейчас я буду обошивать как надо. Хорошо, давайте обошем как надо. А подожди. Подожди. А он же при мне сказал. Да все, не так. Вы не так поясняли. Вы прибыли, конусы стояли. Я прибыл, конусы стояли. Так вы сейчас только скажете, что Алексееву стояли. Ты видел, как я их нес. Да мы вот стоим. Если вы не видели, что конусы стояли, то конусы говорили, что это ваши. Я ставил конусы. Я ставил конусы. Какая разница? Я ставил конусы. 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 Он был в 11, а я предусмотрен в 11-30. Как я мог видеть? Я знаю, что это его, потому что он из баражника. Я не погружу. Что здесь? Здесь упрят. Опять мы недописываем. С с сахрана, парни в линзе. Это уже здесь все указано. Потому что это здесь. Очень барьер. Здесь со стороны. Потому что это в тваре. Нормально, пуста. Я точно не знаю. Я вещи знаю точно. Они мне принадлежат, напиши что мне. Могу подвинуться, что данный конкурс будет нашим органами? Я написал. Алексей, вы очень внимательно пожалеете, да? Все, написали, все, хорошо. Да, у меня там фильм пошелёк. Назад релиз попросил. То есть надо купить губку для обуви, протереть. Полиция, могу при вас на вашей машине отвезти в отдел полиции. Могу, можете мне отдать? Добровольные две клубаки, которые нашел. Нашел, да, да. Я в отдел полиции. Да, давай так и сделаем. Парш, почему ты? Да. Бери. Что убрать? Или ты будешь этот масли на что-нибудь? Да, все, он их нашел. Я их нашел на улице. Я на улице нашел. Если не верите, можно в отдел полиции. Да нет, давай. А вы сейчас, в смысле, заберете? Я в отдел полиции. А, да, все, как находки? Да. Он, конечно, мочит. В отделе там невозможно было находиться. Запах. Запах, да. Аккуратненько отдаем анальные колпаки. Алису пишем. Алису пишем. Они ваши. А теперь, получается, во-первых, он представляет журналистом. Да. Первое. Вот должен сто лицо. 19.1 – это самоуправство, как раз в отношении должностного лица. Нужно ЕБДД, естественно. Я в этом мешаю. Ну, 19.1 – это по вашей части. Да. А 12.35, 12.33 – это по их. Да, 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 да. То, что там преграждал код там… Ну, тут за одно правонарушение… Несколько раз не накажешь. Поэтому нужно, как бы, определиться за какую конкретно… А за баллончик. Вот. А баллончик, кстати, у него что там был с собой? Не был? Он просто, мне кажется, если не был, то он передал. Он отдал, да. Передал, скорее всего, с этим. Ну, ЕБДД ждем. А досмотр делали, да, его? Да, честно. Не делали. Не делали. Не, честно, не делали. Не делали. Ну, по этому, по заявлению, то сработали. А теперь мы приветствуем только что вернувшийся с отсидки, короче. С отсидки. Мы счастливы, да. Наконец. А босса на Алексей опять пришел? Смотрим. Ты помылся, нет? Ты же… Нет. Я, да. Я помылся. Ну, я помылся просто от этого. Жара. А то уши уже, знаешь, опухли, от всяких петухов. Вадим, там уже это плохо по петусовке. Мы скорую вызвали. А, вы представляете, что вы натворили? Молодой человеку плохо, сейчас скорая приедет сюда. Вот это да. Кому? Вот это не плохо. Молодой человеку. Вон там. Тебе тоже там вызвали. А вот тому плохо. Да, да, да. Все понятно. Ну… Да не вдруг, а будет плохо. Печально. Не, он только сейчас. Он там сейчас кричал в полицию, что мне там ушатает. Состояние его уху. А уху. Да, протокол можно составить? Да. Бонус. А, будет составлен, да? Просто не установлены, чьи они являются, мои конкретные или нет. Но это же не его установлены уже, правильно? Да. Так он нашел, он же сказал. Это как находка. И все не забрал. Как находку оформил. Он не оформил, после заявления он оформил только. Он находку оформил и стал сотрудником полиции. Молодец. Все просто, хорошо. Молодец. Давайте подписывайтесь на канал Алексея, ставьте ему большие лайки. Не забывайте, нажмайте на колокольчик, чтобы не пропустить его новые видео. И на дорожный контроль, подписывайтесь. Вот! Коллаборация рулится. Клаборация! Алексей на камеру только. Да, на дорожной контроль подписывайтесь. Если считаете. Это все постановка. После просмотра этого ролика. Если не считаете, то нужно не подписывать. То есть, сами принимайте. Не, я скажу так, всегда подписывайтесь на его канал, неважно вообще, как у вас мнение, просто подпишитесь. Смотреть, наблюдать, мало ли, чем там все интересно закончится. Ну и на наш канал тоже не забывайте. Понимаешь, ты пишешь такие заявления громко-голосные. Я еще ничего не писал, пока. Ты написал? Нет, кто-то мне сказал, что ты написал. О, опять началось. Фильм номер два. Ну, кто-то сказал, что ты написал. На тебя? Да не реагируйте на нее. Вот, паркуйте, паркуйте. Вот сколько народу идут на него. Он думает, что мы убрать. Да не надо так, братан. Хорошо, хорошо. Ты скажи в камеру, а то скажут потом. Нет, он не написал. Говорит, что не написал. Я дал пояснение, что человек просто... Ну, как-то наехал на улице. На кого, типа, наехали? На Алексея? На Алексея на кого наехали? Типа, кто на кого наехал? Да, подожди, ну, подожди. Короче, смотри. Он шел, 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 нашел конусы. Я на это дал пояснение. Но заявлений я на него пока никаких не писал. Так что, Павел... Не, я просто, ну, он говорит, ты... Он сказал, что я на него что-то, а потом... Он поверсал пока. Отвлекся, отвлекся. Не подходи к нему, он воняет. Отойди от него, это же вонючка идет. Сырчайка шуганулся. Ты что, не видишь, что ли? Ты что, не чуешь? А, да, что ж не весело будет. Я сейчас вообще поздно. Здравствуйте, съездите с тротуара задним ходом. На тротуар вы наехали, поехали по тротуару. Здравствуйте, тротуар вы перепутались. Съездите с задним ходом. Это не тротуар, он вас входит в заблуждение. Это не тротуар, это прилегающая территория. Вы можете доехать вот до вот этой вот пяташки, или что там, четырка-пятая. Вот здесь, в прилегающей территории. Отсюда вот до сюда. Куда хотите, туда и паркуйтесь. Это мракобес и выплес. Все. Как бы... Отъедьте, пожалуйста, тротуар, это тротуар. Они врут просто вам. Это мракобес и выплес. Они обманывают вас, это провокатор. Не обращайте внимания на них. А если наедете, просто ДТП будет. Назад просто съехать и на дорогу поставить. Сознать еще больше аварийной ситуации, Алексей. Алексей, это же еще больше аварийной ситуации создаст. Так проще будет для вас. Нет, это проще для вас будет, а ему не проще. А вдруг он кого-нибудь задавит. Нет, мы посмотрим. Аккуратненько люди сзади. Аккуратненько люди сзади. Я говорю, да, не очень членораздельно. Надо пугать. Я не очень членораздельно говорю. Я просто люблю мочу и обливаться, а потом не ныться просто. Вот это ты же, блядь. Сука, ты. А вот, вот знаменитость ходит. Вот, вот, вот она, вот она. Сама, сама знаменитость. Алеша. Алеша Шамардин. Шмарик-кошмарик. Он опять препятствует, вы видите. Это долбоебина, блядь. Ой, простите. Что ж такое, а? Зачем матом-то? Он матом ругался. Он умеет. Можешь составить у него протокол? Вот этот, вот, лысый. Он, он мятом. Лысый ругался матом. Долго сказал. Лысый ругался матом. А парень с гнездом на голове. А ты чего еще был? Можно просить тоже протоколу, обназначение на право нарушение. Да вот, а то ж, ТВ нам не так выносить-то. Граждане, ребят, давайте не будем выражаться. Второе заявление, он выражался. Ты же понял, ты же понял. Ну вот, видите, вот так хорошо. Что я? А не получается. А ты видел, что это он? Конечно. Я даже фиксировал. Я уже слышал. Артем, слышал? Я очевидец. А мы свидетели. А я очевидец. Мы свидетели, а я очевидец. Мы свидетели, а может, сказал. Я же слышал, а кто сказал, я не видел. А я видел и слышал. Да, ты спереди, да. Я очевидец. Ну почему я вон? Лешка сегодня заявление напишет, две бумажки испишет. Ну смотри, у тебя один скилок. А вы так все равно? Я согласен. Да, конечно. Ну, конечно, вы говорите, доказательства. Так же, как есть камеры. А камеры, да. А ложные свидетельства. Ты знаешь, нас предупреждают, что это тоже ответственности. Конечно, да. Ну, это привлекут, если уже ответственности. Ну, правильно. Ну, так что подумаем теперь. Золотой Дождь ТВ хочет взять интервью. А как вы избавились от запаха мочи, Алексей? Пожалуйста, в лицо. Может, чтобы он не засовывал? Никак не избавились. Никак не избавились. Воняет на самом деле. Жалко камера. Я не буду ему ничего в лицо засовывать. Я, к счастью, ни из их вот этой когорцы. Я не могу. И не буду. Не заставляй мне в лицо ничего, пожалуйста. Сними обувь. Модный приговор. Вот знаешь, вот у тебя в комментариях очень много модных этих приговорчиков. Аксессуаров. Аксессуаров. А что это вообще за бренд такой интересный? Пятилетний. Павел, а вот я зачем оделся как нормальный человек? А меня взяли, а фарш мачили. Где ты, наверное, ты как алкоголик надел, оделся. А, я как алкоголик. Как алкоголик, конечно. И с драконом, с каким-то японским. Это ваше субъективное мнение, да? Ну вот так ходят алкоголики в отрожки. Не каждый алкоголик ходит в коллекции Порш. Ну, Порш, мне кажется, был до стана. Ну, я не знаю, может, купил. Может, все-таки когда-то хватило 11 тысяч на... Они, наверное, стоили 11 рублей. Знаешь, я понимаю, там заявление... По скидке взял, Павлик, по скидке взял. Вот на каждое движение, на каждое что-то. Уверен? Вот, вот, дятел, дятел. Стук, стук, стук. Плохо, что ты просто эти правонарушения себе поддержишь. Да? Какие? Какие именно? Теперь как дворник, я хочу... Ой, бедники. Машину Порш. Обругали бедники. Может быть, сам нарушаешь, и не против этого, да? А в отделе что было? Алексей говорил, что не было такого, что оскорблял вот этого мужчину. Я лично слышала. Не, не было. Ты знаешь, слова такие есть. Слово... Да, вот есть такое слово, да. Вот к тебе это относится в полный мир. Тебе, это ты. Вот в полной мере именно ты. И вот прямо, знаешь, а... А я считаю, что ты. Ты знаешь, как олицетворение всего этого? Это ты. Вот это вот очень классно сказано. Мне что-то понравилось. Лёшка? Пока выясняется, что вы, ребята, неправомерные действия. Я вам, народ, предлагаю, в плоскость хохмы все это переводить. Потому что так вроде как это веселее. Вроде как бы и хохма нормально все. Да, да, но веселее. Девушка, что с дятлой ржать? Девушка, вы не в моем вкусе. Не, а что жать? Зай милый, что? Понимаю. Не, вот, понимаешь, они когда подходят к мужикам, они прям вот так, а к девушкам они не могут, понимаешь? Они прям не прижимаются. Нечего, нечем. Да нет, причем нечем, нечего. Нечем. Самое интересное, что Алексей, оказывается, живет в доме, в доме, в котором я прожил 6 лет. Бульвар Победы 24. Приезжайте, я видел, как стоит его автомобиль. Я, честно говоря, не то что офигел, я даже немножечко был в шоке, как стоит его, там, я не знаю, жена или кто там, на красное, красная гранта, понимаете? Я был вообще просто. А что ты от аватара отсоединился? Аватар? Эйва, эйва, блин. Эйва тебя покинула. Эйва. Ну, я же говорю. Ну, я не знаю, хочешь уезжать, хочешь нет, они подъедут по поводу, ну, кто из нас там прыгнул на машину. Так ты же сказал, что я не писал. Нет, я просто тебя предупреждал. Я не писал, ты не понял, я позвонил, а не писал ничего. Так нет, мы богачников-то ждем здесь. Да, они, они же у меня сейчас. Нет, подожди, ну дай договорить-то, ну, ребят, они мне сейчас позвонили и спросили, вы этот человек скрылся, я говорю, нет, он здесь ходит, правильно? Конечно. Я просто тебя предупреждаю, что... Конечно, конечно. Не, а то вдруг ты мне ничего не сказал, я уехал, а ты мне там на меня написал что-то. Нет, 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 такого нет. Во-первых, я здесь. Алексей, а может, скорую помощь привлекем к ответственности? Чего? Скорую помощь к ответственности привлекем? А, да, надо, чтобы они... Да, 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 привлечем, да. Давай. Здрасте, а вы на трутар заехали? Включите, пожалуйста, по блесткам в мешке. На самом деле, вам спасать людей не надо, да? На самом деле, здесь парковка. Да нет, знака П нет, вы же знаете правила прекрасные. Нет, здесь прилегающий территорий с припаркованной... О, спасибо большое. Вы видите, я вам советы дал. Спасибо, вот это хороший совет, да. Вот эти комментарии, Алексей, Алексейские. Про блестковый майк. Да, да, да. Вот эти вот комментарии... Главный советчик, подожди, не выражайся больше. Иначе что? Не цензурная брань, за это ответственность есть. Ну... Ты себя видел вообще? По 20.1. На есть, пожалуйста, на него. 20.1, хулиганство мелкое называется. Мелкое хулиганство. И что? Так что рекомендую вам... У меня есть деньги, я, если что, заплачу, если докажете. Ну а зачем это нужно? Нет. Зачем? Доказать будет государство. Я 30 лет жил, чтобы вы мне что-то вообще рассказали, что... Государство будет доказать. Алексеюшка. Все. Мне какой-то апостольный тип будет сейчас рассказывать, что мне говорить, а что не говорить вообще, а? Тебе на голову налили мочи. Ты же знаешь об этом прекрасно. От тебя воню вообще стоит неимоверно. Ты бы голову помнил. Я не могу дышать, браз. Посмотри, вот тебя вонь какая изо рта. Алексей, вы могли бы отойти? Я, пожалуйста, за вонь. Вы могли бы отойти? От вас неприятный запах исходит. Чем? Ну, посмотри, как ты воняешь. От тебя никак. Давайте отойдем, а то реально воняет. Давайте отойдем. Смотри на свою работу вообще. Алексей, не подходите к нам. Вы стоите прямо там, где вас облили, кстати. А, кстати, преступник возвращается на место преступления каждый раз. Я не буду говорить о вашем внешнем виде, конечно, ничего. Конечно. О вашем внешнем виде говорить нечего. По внешнем виде не суждаю людям. У вас модников очень много, понимаешь? К сожалению, ты мелкий хулиган допускаешь. Ну, к сенсору, зачем? И что? Ну, не надо это делать. Ну, некрасиво. Я дожил до 30 лет, чтобы я какой-то обошенный чувак в пятилетной обуви что-то говорил. Пришел, пришел за закон. По поводу Адика, ты мне тогда тоже говорил, вот в Адидасе пришел. Я говорю. Знаешь, сколько Адидас стоит вообще? Я говорю. Нет, ты знаешь, сколько он стоит? Нет, я говорю. Ну, там твои мамкины комментаторы эти. Ты что-то сочиняешь? Я вообще по одежде никогда не говорю. Ну, корректно. Никак ни о ком не сужу. Ну, ты только что сейчас про мою одежду, понимаешь, говорил. Даже о тебе не сужу. Конечно. А обо мне нечего судить. Ну, модно, молодежно, культурно. Молодец. Одевайся как хочешь, имеешь право. Твое дело. Спасибо, что ты мне разрешил. Жалко, что ты по-другому мыслишь. Спасибо, что мне разрешил обосным чуваком одеваться вот так, как я одеваюсь. Спасибо большое. Хватит, вы друг друга. Ну, конечно. Иди отсюда. Иди всем. О, видишь, как он быстро... Ко мне. Это что, Алексей, надо окликнуть с канала. Э, иди отсюда. Да-да, ко мне. Оп, сразу сворачивается и идет. Пес. Ко мне. Я вот завидел, ты им тогда, это самое, сказал тогда тоже. Не подходите ко мне, он прям специально два раза подошел. Сейчас, иди отсюда. Вот, смотри, когда он провоцирует, тогда все это. Тогда, да. Когда ты попросил. Если я не реагирую, значит, это не провокация называется. Ну, посмотри, что это. Какая статья? Не, не статья, просто ведутся. Смотрите. Как? А чем это рекламентировано? Знаете, я вам опросил этот человек. Сейчас опрашиваю его опросить. Уже опросили. А то вы забыли, мне кажется. Нет, не забыли. Нет, не забыли. Помет в булигарство. А на что он помет? Я помню. 500 рублей штрафа. Ай-яй-яй. Так у вас, наверное, крупное булигарство. Какие огромные деньги. Чего с этого начнешь? Ну, это новый класс. Потому что... А ты считаешь себя умным человеком? Ты считаешь себя умным человеком? Ты считаешь себя умным человеком? Зачем мне считать, что там? Нет, что ты... Почему ты уводишь разговор в другое ручье? Алексей, мы еще в ВГУ выяснили, что ты лох тупой, понимаешь? Вот и все. Мы еще там выяснили, что ты тупой лох. Да и конструктив ты не готов, понимаешь? Не готов. А когда ты прыгаешь, вот эти свои там петушинные замашки, понимаешь, которые ты делаешь, потому что ты прыгаешь и тут же пишешь заявление. Либо уже или в одну сторону, или в другую. Или пиши постоянно заявление, или прыгаешь, будь мужиком, вывози за базар. Действительно соберешь оскорбление скоро, что это будет правоношение. Каких оскорблений соберут? Говори побольше. А почему ты, кстати, заблокировал видео? Ты же не на камеру любишь говорить. Только за камерой. Почему ты заблокировал видео? Ответь мне на вопрос. У тебя так пукан бомбануло, или что? Попа боль? Попа боль была? Эх, попа боль. Бедная, бедная попа боль. Батхёрт называется это, знаешь? На каком-то языке? Алексей, такси, такси! Алексей, такси! Такси, Алексей! Алексей, Мерседес! Алексей, Мерседес! Понимаешь, я хотя бы могу наводить причины следственной связи в голове, понимаешь, говорить что-то. А ты не можешь. У тебя только вот, молодец, отъехал. Так, вот, молодец, а вот этот хам. Хам, отдай мне мои конусы. Отдай конусы, я сказал, хам. Всё, это всё, на что ты, блядь, способен. Односложные фразы. А ещё, материться вообще с ней. У вас, вы слышали, да? Нет, никто не слышал. Что матом было? В данном реплике я, честно, не слышал. Ну как, на Витя? Ты в курсе, блядь, это не матерное слово, кстати. Повторите. Мы докажем это. Я не повторяю. А что за мат был? Блядь, это не матерное слово. Да, да, да. Кстати. В этом межламенте как привет. Нет, блядь. Ну, побудьте вопрошенец. Да, давайте, подойдите. Да, что-то непонятное. А только персональные данные не снимайте, не подходите. Зачем они? И вот персональный ганит. Нет, нет, нет. Мы не так увидим. Алексей, на дво прыгаем. Алексей, прыгайте. Он сейчас выезжать будет. Я уже снимал, слышишь, по-русски. Ехать на тротуар. Он его заставляет завершать бою. Так, ну что, зрителей мало осталось. Было больше. Ну вот, видишь, что ты задел. Идяем, чтобы зрители выезжали. Я сейчас, друзья. Я-то, ребята, я-то, ребята. Я снимаю, снимаю. Как у тебя толпа? Я утром иду на работу. Я утром иду на работу. Я у меня машина, ничего не знаю. Давай, никаких. Лавка здесь. Вовлечение во правонарушение. Ты заставил человека вселенаправленно нарушить и съехать по тротуару. Вовлечение во правонарушение. Это что-то... Это новое. Ты заставил его пойти на правонарушение и поехать. Так вот этот товарищ, оказывается, чуть в обморок не упал от того, что толкал Артема. В смысле, которого забрали. Он, наверное, в полицию. От того, что он меня ушатал. Да, он ушатал, упал в обморок и поехал в скорую помощь. Вот такие вы крутые пацаны, да? Что делать? Я же просто толкнул, а вы его уже в скорую забрали. Вот это и Магёш Келябинский. Челябинский, да? Такое ощущение, он сам с собой разговаривает. А типа сам пошутил, сам посмеялся. Вы кто такой? Пешеход. А почему снимать? Кто вам дал? А вы же ответ даете. Я журналист. Покажите мне свои документы. Покажите мне свои документы. Покажите. 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 А что так? А что, не для всех? Не для всех, потому что он предъявил. Документы подайте. Так я у вас спрашивал, вы мне не предъявили. Нет, ошибаетесь. Пойдемте. Куда идти? Вы мне покажите, я вот тоже спрашивал, покажите удостоверение. Вы можете посмотреть. Я здесь человеке журналист, я не могу оттуда ходить. Я тоже не могу вам показать. Почему? Это что, такая запрет? У вас их нет. Это такая секрета информация. Я вон сотрудник полиции показывал. Тебя нет. Тогда убери вот эту камеру, убери вот эту камеру и не снимай, а то вечером домой не дай. Подождите, подождите, не надо. Не надо угрожать. Я тебе сказал. Не надо ничего угрожать. Я тебе сказал. Ты сам себе осмирить крутёшь. Хорошо. Только угрожать не надо. Зачем угрожать? Убери камеру, я тебя его на топил. Нет, нет, нет. Отвечай за слова. Мне пофиг, я 19 сантим еще отвечу. Ну, зачем это нужно? Убери камеру! Убери камеру! Сотрудник отреагирована. Убери камеру. Ко мне не надо подходить. Не надо кричать, я не знаю почему он напал. Убери камеру. Не надо на меня нападать. Не знаю, нападай. ...препятним мои действия. Пр 근� Я сотрудник показывал Он знает меня, потом что-нибудь делает Я сотрудник показывал, он знает, что это... Гражданин-то не знает. Что ты в прятки-то играешь? Он сам ко мне пришел, но я к нему. Осторожно, двери открываются. Тихо, тихо, тихо. Сейчас мы скажем. Все, что он скажет, не слушайте его. Я знаю, товарищ Шамар. Вот так вот подписывайтесь. Мы дружим с Хамаром. Все Хамар за нас посадились. Пошел, сейчас не буду якова отдаться. Леш, куда ты? Алексей, куда ты? Алексей, быстрее, быстрее, Алексей. Проезжайте, проезжайте. Ну что ж, что так, Алексей. Так, ну тут и меньше стало. Но они так же агрессивно такие вот. По-прежнему ведут себя. Скажите, а вот это, гражданин, опросили, да? Вот, который нецензурный броня. А, протокол. Я могу сейчас отлучиться? Как я отлучусь? Потом вечером поедем, в отдел полиции, ставим протокол. Ну а сейчас, почему нельзя его доставить в отдел полиции? Я могу уехать? А почему нельзя было доставить? Хорошо, я поехал. Да, езжайте, конечно. В отдел полиции доехать. В отдел полиции доехать. Как ты, как по пакетам оставишься? Да, да, конечно. Нам препятствовать не будут, я надеюсь. А то сейчас опять попадем. Ну, снимай, снимай. Умер вкуса на Ленинском. Тротуар по кадастру идет. Это мой тротуар. Не, не, аш-да-да. I'll be back.